Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы на днях, а именно 3 дня назад. Любимый человек ушёл на длительное время, можно сказать, скрылся от общения. Перед тем как уйти, она сказала, что не хочет с ним общаться, потому что для неё это тяжело. Правда, недавно она отвечала мне в другой социальной сети, где она сменила лотарку. Значит, человек даёт ей понять, что она красивая, на что мне поступил ответ угу и больше ничего. Она игнорирует, хотя человек понимает, что она находится в сети. Для меня любое прорывание общения с ней очень тяжело даётся, не могу нормально есть. Спать весь день чувствую подавленность, ужасное самочувствие. В тот день, как она ушла, всё было хорошо, мы долго говорили по телефону, делали что-то совместное. У нас отношения, можно сказать, на расстоянии, пока съехаться не можем. Но я иногда приезжаю, вот недавно приезжала она целое лето. Скажите, пожалуйста, что мне делать, что если она не напишет в течение недели, что ей без меня лучше. Я очень переживаю. Вы спрашиваете о том, что вам делать. Вот, к сожалению, психологи не дают ответ на такие вопросы. Вот. Вы пишите, что она три дня, значит, ушла. Три дня назад. Вы пишите, что это длительное время. Правильно ли я понимаю, что вы считаете трёхдневный срок длительным временем? Если это так, то вы явно ставите её на первое место. То есть она для вас как будто бы на первом месте. Вот. Хорошо ли это? Ну, я имею ввиду для вас. Я думаю, что нет. Я думаю, что это нехорошо. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. То есть как будто бы ваша жизнь... Как будто бы вы... Сами... Себе... Менее интересны, чем она. На мой взгляд, это серьёзная проблема. Которую вам нужно решать. Вот. То есть проблема эмоциональной зависимости. То есть проблема того, как вы себя чувствуете, когда её нет. То есть это вот... Своего рода... Невозможность... По-видимому... Оставаться наедине с собой. Вот. То есть это вопрос вашей самодостаточности, например. Надо ли это решать? Да, надо. Потому что... Вполне возможно, что... Человек как раз... И... Ушёл на плац. Именно по... Той причине, что... Чувствовал некоторое... Давление... На себя... С вашей стороны... Я ни в коем случае вас не обвиняю. Поймите, пожалуйста. Правильно, да. Я ни в коем случае вас не обвиняю. Я... Просто здесь говорю о... Возможных... Развития... Ну, возможных... Вариантах... Так скажем... Развития событий. И... Поскольку... Ну... К нам обращаетесь вы... То... Я думаю... Что и... Работать нам нужно... В этом смысле... В этом смысле... С вами... Да? То есть... Не... С ней, да? И не... Заниматься сам... Гаданиями... Гаданиями... Что будет, если она... Больше не... Не напишет... И тогда... Там... Что это... Что называется... Вилами... 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 По воде... Ну... Написано... А именно... Вот... Смотреть... На то, что вы можете изменить... В... Своей... Модели... Поведения... Да? Какую... Свою проблематику вы... Скажем так... Пытаетесь решать... Вот... И, соответственно... Что можно сделать... Для того, чтобы вам её решить... Я не думаю, что здесь есть что-то такое прямо очень сложно. Но, естественно, поработать над собой необходимо, да. Это правда. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.